Всем привет! Это Лиза Краснова и сегодня у меня для вас нечто особенное. Я хотела бы вместе с вами сегодня протестировать свою первую Hermes. И как ни странно, начинать свою коррекцию, не знаю будет ли у меня когда-нибудь коррекция, но тем не менее я буду с помадой. Поэтому если вам интересно узнать мое мнение о самой нашумевшей помаде, пожалуй, последнего времени, продолжайте смотреть это видео. Пакетик здесь чисто для завлечения внимания, потому что на самом деле коробка от помады вот такая огроменная. А также письмо, которое я, кстати, не открывала еще, так что вместе с вами сейчас откроем и узнаем, о чем вообще пишет бренд Hermes своим покупателям. Итак, здесь письмо с тиснением, а также приложен чек. Помада стоила 62 евро, собственно, вот и вся информация. Поскольку помада была куплена в Италии и производится, кстати, тоже в Италии, здесь есть письмо, насколько я понимаю, это просто письмо для каких-то рекламаций и всего прочего. Здесь написано, что вы можете вернуть ее в течение 30 дней. Это я чисто смотрю в текст и бегло выбираю слова, которые мне известны, потому что я когда-то учила итальянский. И могу примерно предположить, о чем вообще идет речь. Пожалуй, это самая дорогая помада из тех, которые у меня были. У меня еще есть помада от Christian Labutan. Я об этом снимала тоже отдельное видео, ссылку на него оставлю. И сейчас вместе с вами мы будем распаковывать эту красавицу. Она, кстати, в этой коробке и приехала. И выглядит это, конечно, как будто бы здесь какие-то сережки с Алиэкспресс. На самом деле у меня есть еще кое-какие новинки. Я бы хотела сделать вместе с вами сейчас полноценный макияж, а нанести помаду уже в конце. Поэтому сейчас приступим к нанесению теней, а также новой туши от Guerlain. Это новая коллекция, которая называется Mad Eyes и тушь легендарная. Мне кажется, что это, пожалуй, одна из самых любимых у многих тушей. Сейчас она в новой формуле, которая должна не только обеспечивать визуальную красоту ваших ресниц, но также она содержит в себе сыворотку и при ежедневном применении также ухаживает за ресницами, обеспечивает их дополнительный рост, объем, длину, изгиб. И еще у меня есть два средства. Это вот такой двусторонний карандаш тени. Также подводка. Я не уверена, что я хочу наносить подводку сегодня. Но, кстати, я вчера ее попробовала на руке, и у меня до сих пор остается след. Причем, что я мыла руки с мылом, терла, как угодно над ней издевалась. Ну, то есть масляным средством я нарочно не смывала, потому что в любом случае пигмент бы точно сошел. Но я экспериментировала вот с какими-то такими обычными повседневными текстурами. Тени представлены, если я не ошибаюсь, в четырех оттенках. Текстура очень кремовая, но сам оттенок не суперпигментированный. То есть такое ощущение, как будто это полудымка цвета. Сейчас я нанесу на руку. Видно просто такой красивый как бы перелив и блик. Вот на этом углазике у меня нанесу, а на этом нет. Разница, в принципе, не особо ощутима. Мне кажется, что они должны быть очень стойкие, потому что обычно кремовые текстуры высыхают и становятся стойкими. Все названия средств, все оттенки будут написаны внизу. И с обратной стороны находится темный оттенок. Он уже матовый. По текстуре безумно кремовый. Посмотрите, какой насыщенный цвет. Я хочу попробовать затемнить просто внешний уголок. Я на самом деле огромный фанат кремовых теней. Так я хочу провести немного вот такую тонкую как будто стрелку. И во внешнем уголке добавить побольше. Кстати, у нас завтра должна быть презентация этой коллекции. Онлайн-презентация. Потому что сейчас никакие бьюти-мероприятия не проходят. Все. Сейчас у нас идет онлайн. Вроде макияж глаз получился. Сейчас хочу все-таки нанести эту подводку. Немножечко по линии роста ресниц. Это матовая подводка. У нее вот такой классический фетровый кончик. Честно говоря, мне очень удобно наносить теми, которые как будто из множества маленьких ворсинок. И я не понимаю, почему многие бренды до сих пор выпускают фетровые подводки. Мне кажется, что это просто действие наименьшего сопротивления. И самое главное. Насыщенного черного цвета. У нее как будто трехсторонняя щеточка. Будем наносить. Я помню, что у этой туши класснючий аромат. Так, ну что, я немножко ближе подъеду. Потому что сейчас у нас будет момент истины. Та-дам! Открываем мою помаду. Это все, что вы можете ожидать за 62 евро. Вот такая вот помада на держателе резинки. Без каких-либо излишек упаковки. Тяжеленькая, кстати, очень. Здесь очень удобно. Кстати, есть такая специальная резиночка, которая держит помаду, чтобы она не болталась. Собственно, они к этому заказу не положили никаких ни пробников, ни малышей подарочков. Ничего. Потому что я знаю, что когда делаешь покупку в бутике этих помад, они дают пробники ароматов, либо пробники еще других помадок на выбор разных оттенков. Узнаваемый оттенок бренда Hermes, логотип, тиснение на самой коробочке. Чехол для помады. Она очень тяжеленькая. В коллекции есть 24 оттенка, как бы классический рейндж помад. Также есть три оттенка, которые будут добавляться каждый сезон. Я посмотрела пару отзывов. Они обескураживающие, я бы так сказала. Отзыв Никити Туториал просто меня ввел в какой-то ужас. Я подумала, господи, лучше бы я этого вообще не смотрела. Итак, поэтому давайте будем доставать. Вот так выглядит помада. К этой помаде можно покупать рефилы. То есть, например, вы можете купить один чехол и несколько рефилов. Ну, как бы, если у вас есть желание сэкономить именно конкретно на самом футляре. Потому что помада стоит 62 евро, а рефил 30 с чем-то, если я не ошибаюсь. Также есть у них кисточка для губ за 74 вроде бы евро. В общем, очень дороговалютно и бабагачески. Все классические помады вот в таком представленном футляре. А помады из лимитированной сезонной коллекции, они яркие. Также есть несколько оттенков бальзамов. И в помадах представлено две текстуры. Содиновая и матовая. Но, насколько я поняла, ни одна, ни другая особо друг от друга по ощущениям на губах не отличаются. Сверху, как бы, монетка с логотипом. Очень тяжелый, действительно, футляр. Магнитная крышечка. И будем приступать. Я выбрала оттенок, который называется «Рошбозе». Как говорит девушка из Google Translator. «Рошбозе». Вот. Училась сегодня целое утро это произносить. И переводится это, собственно, как «розовое дерево». Вот такого оттенка эта помада. Хотя мне казалось, что она будет немного светлее. Я брала по свотчам в интернете, очень много пересмотрела оттенков. Помада выполнена очень интересно. Она по ощущениям, вот по внешнему виду, похожа на бетон по текстуре. В общем, я надеюсь, мне удалось вам показать. И сейчас я вместе с вами хочу ее нанести. Мне очень нравится оттенок. Я действительно думала, что он будет немного светлее. Потому что я сейчас смотрю на эту помаду и на сайте Hermes, и на тех свотчах, на женщинах, на людях с подобным оттенком кожи, как у меня. Возможно, она просто иначе ляжет, будет мне такой насыщенной. Я думала, что она будет чуть-чуть другая по оттенку, действительно. Но давайте попробуем. Интересный аромат. Он все-таки, я не знаю, возможно, они отличаются в зависимости от оттенка. Но присутствует какая-то все равно розовая нотка. Но очень-очень легкая. Она такая кремовая, эта помада. По ощущениям помады безумно кремовая. Неровно ложится на губы, потому что из-за того, что она такая супер мягкая, она немного, скажем, не подтекает. А просто когда вы разносите, она не держит собственную форму и вот немного вылезает за контур. Несмотря на то, что я выбрала матовую помаду, вы можете видеть, что у нее присутствует такое сияние. То есть это не плотно матовый картонный финиш, как в эту помаду застывашек. Я, как скажу, за 62 евро, я, возможно, ожидала чего-то другого. Не могу сказать, что она меня как-то разочаровала или повергла меня в какой-то восторг. Я еще немного в ней похожу. Хочу, кстати, отметить, что в ней, помните, вот эти волосатые помады от Jaclyn Hill, текстура сверху вот этой помады стала неоднородная. Да, в ней как будто есть какие-то гранулиомы, если можно так выразиться. Пробую вам сейчас показать, чтобы вы видели такое чувство, как будто на помаде есть поры. Вот так эта помада выглядит на мне. Зубы, кстати, эта помада тоже неплохо отбеливает. Не могу сказать, что, конечно, они у меня отличаются каким-то желтоватым оттенком, но, тем не менее, все равно она делает их более яркими. На самом деле здорово, что у помады есть вот такой футляр, он достаточно жесткий, но обычно вот такие вот футляры очень быстро портятся и царапаются. На самом деле вот этот чехол мелочь, но действительно приятно. Все, что касается самой визуальной подачи, превосходно. И эта коробочка, и чехол, и все остальное, визуально как выглядит этот футляр. Но на самом деле я еще похожу в этой помаде и потестирую ее какое-то время. И позже в своем инстаграм уже какое-то свое смогу высказать мнение. То, что вот я сразу хочу отметить, я действительно ожидала, что оттенок будет чуть светлее. Вот он действительно с таким древесным отливом. Я думала, что она будет все-таки более лиловая, такая холодная. Для меня она ближе к теплой стороне. То есть это не такая помада, которую можно накрасить на бегу или в машине. Потому что та же самая моя 633 от L'Oreal. Прости, господи, что использую. Два этих бренда в одном видео. Но просто хотела вам показать, что я думала, что эта помада будет ближе вот к какому-то такому, да, холодному вот такому оттенку. Потому что на свотчах и видео она именно на нее похожа. Все-таки этот оттенок тепловат. И на самом деле, если уж на то пошло, то вот. Замечательная, идеальная матовая помада с очень красивым финишем, с очень приятной ценой. Я ее очень много раз вам показывала. Она действительно феноменальная. Если мы говорим еще о бюджетных альтернативах в стиковой формуле, потрясающие помады у Maybelline. Вот оттенок, на который я рассчитывала. Это оттенок помады Maybelline 15. Оставлю ссылку на него внизу. Вот. Я думала, что Hermes будет вот такого формата. Изумительные помады. Они супер круто держатся. Называется Super Stay Ink Crayon. У Maybelline есть такая помада просто Super Stay Ink. Терпеть ее не могу. Которая в формуле типа как блеск для губ с таким аппликатором. А вот эта карандашная формула просто изумительная. Я обожаю. Еще есть очень красивый десятый оттенок. Это совсем уже такая холодная мертвичина. Изумительный оттенок. Эти помады еще потом фиг отмоешь. Они очень круто держатся на губах. Не сушат. Суперстойкие. И при этом абсолютно комфортные. Это вот альтернативы классных матовых помад с обалденным финишем. С очень приятной формулой. Которая стоит, мне кажется, что в пределах 10 долларов. Ну вот на скидках точно. Поэтому я уж не знаю. Если говорить о таких помадах класса люкс, которые мне нравятся. То это конечно же помады от Лиза Элдридж. Я их вам показывала. Я их обожаю. У них потрясающая формула. Они стоят гораздо дешевле. В наборе 3 помады можно купить по стоимости одной помады Эрмес. Скажем так. Когда у меня намечался один из проектов. Мы с моей подружкой, которая живет в Италии, которая собиралась приезжать. Мы с ней обсуждали, что я сказала, блин, было бы круто, если бы мне подтвердили этот проект. И я как бы сказала, что если мне его подтвердят, я куплю себе помаду Эрмес. Потому что я действительно эту помаду хотела. Она мне была интересна. Но знаете, какой-то супер мотивации потратить просто так 2000 гривен у меня не было. На трезвую голову просто так я бы помаду Эрмес не купила. Я бы просто, возможно, подождала какого-то момента, когда бы я оказалась в месте, где их продают, где я могла бы воочию все посмотреть и пощупать. Потому что выбор по свотчам в интернете, даже если вы посмотрели 150 разных свотчей, в любом случае это не то же самое, как когда то, что вы увидите на себе. Потому что даже визуально один и тот же оттенок, нанесенный на 10 разных человек, стоящих в одной комнате в одинаковой одежде, при одинаковом освещении, все равно выглядит иначе. Я не могу сказать, что этот оттенок плохой. Он действительно очень спокойный, очень нейтральный, классический такой. Поскольку я люблю более лиловые оттенки, тут чуть пробивается такая вот холодинка, но все равно она не такого формата, как мне была нужна. В любом случае этот оттенок смотрится на мне хорошо. Я хочу походить немного в этой помаде, потому что мне кажется, что она будет уезжать за контур. Есть у меня такое ощущение. Она на губах не схватывается. Она продолжает отпечатываться. Так, ну что, прошло несколько часов с момента, как я нанесла помаду. Я успела даже сходить на новую почту, проверить эту помаду на отсутствие стойкости. Она вся отпечаталась на маске. Я могу сказать только одно. Если у вас есть 62 евро, купите себе какие-нибудь босоножки на распродаже, платье, кошелечек, маленькую сумочку, что-нибудь. Но найдите способ потратить эти деньги с большим умом. Потому что все эти помады, которые я вам ранее показала, они гораздо лучше, более достойны ваших денег, чем помада от Hermès. К сожалению, я не могу сказать, что она даже такого же качества, как Maybelline, например. Может быть, это не очень сильно видно, но такое ощущение, как будто бы губы стали пожеванными. И вот где я говорила на линии контура, вот здесь, она не расползлась дальше, но видно, что вот эти складочки, которые, знаете, есть такие вертикальные, с возрастом у всех на губах, они стали более заметными. То есть так делает обычно кремовая помада, такая, которая очень-очень кремовая формула, она обычно так растекается везде. Вот здесь вот потихоньку начинает она уезжать вверх. Не стремительно, но все-таки это видно. Возможно, ее нужно наносить на карандаш, но, опять же, карандаш не идет в этой коллекции. Там только есть кисточка. Неутешительное мое мнение. Помада, однозначно, конечно, красивая, красивый оттенок, но она ничем не уникальна. Насколько я поняла, там есть более интересные яркие цвета, которые из лимитированной коллекции. Вот и все. Вот и все. Надо было раньше думать. Примерно такое мое мнение по поводу этой помады. Если будем проходиться по всему моему остальному макияжу, я могу вам сказать, что тушь не осыпалась, пока еще не отпечаталась, хорошо смотрится, делает ресницы такими, как сказать, стоячими. Знаете, когда тушь хорошо фиксирует ресницы, и они так держат форму. Но у меня ресницы, в принципе, имеют изгиб, поэтому я не знаю, как она будет вести себя на ресницах, которые смотрят прямо. Выглядит она хорошо, у нее такой насыщенный черный оттенок. Вот этот кремовый карандаш тени без восторгов, честно говоря. Но, кстати, тоже смотрится хорошо, все еще блестят, не побледнели, но, опять же, прошло очень мало времени, в складку не скатались. Я думаю, что их можно использовать как базу. Ну, лайнер как бы держится как бребитый, это я точно знаю, потому что я его вчера на руку нанесла и хожу с ним. Вот он, кстати, вот эта полосочка по сей день, поэтому к лайнеру никаких вопросов нет. Единственное, что я просто не очень люблю сейчас такие фетровые кончики. Вот такое мое мнение по поводу помады в основном. Если для вас визуальная составляющая имеет важную роль в косметике, то, конечно, эти помады от фэшн брендов, они всегда безумно красивые. Тут как бы не дать, не взять, потому что упаковка, я уверена, занимает какую-то львиную долю в стоимости этих помад. На этой такой себе ноте я хотела бы завершить это видео. Спасибо вам, что вы были со мной, спасибо миру, что дал мне возможность попробовать эту помаду, потому что это помада, которая в этом году побывала в Италии, в отличие от меня. Я желаю всем очень классных покупок, крутых бьюти-открытий. Не забывайте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, пишите в комментариях ваше мнение про эту помаду и ее стоимость, и увидимся с вами в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok